Привет, друзья! Намасте! Это Олег и Рокси на канале IndiaMagicTV. Сегодня у нас ламповый выпуск про животных. Как вы, наверное, знаете, мне из Владивостока знакомые привезли мою видеокамеру Sony. И теперь я могу снимать всякие красивые видео с приближением картинки. Я полтора года скучал по этой своей видеокамере, которая прошла со мной тысячи километров по Индии. Пришлось, правда, заказать здесь новые батарейки для этой видеокамеры, потому что старые сдохли за полтора года. Теперь у нас есть соответствующая камера и можно поехать на трамвае до самого конца за город, там, где находится зоопарк Анталии, чтобы поснимать тигров, львов и сурикатов в хорошем качестве. Правда, с поездками на трамвае сейчас небольшие проблемы. На одном из участков идет ремонт дороги, там все очень сильно раскопали, прямо где идут рельсы трамвайные. Трамвай доезжает до определенной остановки, потом все из трамвая выходят, пересаживаются в специальный автобус. Он бесплатный, этот автобус. Автобус объезжает там тоже пару остановок. Вот это место, где идет ремонт. Потом люди выходят из автобуса и пересаживаются снова в трамвай и едут дальше. Вот такая сейчас здесь система. Это будет в Анталии продолжаться три месяца. Вы сейчас как раз видите, как я еду на таком специальном дополнительном автобусе, который объезжает место ремонта дороги. Такое впечатление, что здесь проходят какие-то археологические раскопки. Хотя на самом деле я точно не знаю, что они там ремонтируют. Может быть трубы, может какие-то кабели, которые идут под землей. Вот мы доехали до остановки Доу Гараджи и сейчас из автобуса все переходят в трамвай. Дальше идет уже трамвай. За те полтора года, что я нахожусь в Турции, здесь в районе Доу Гараджи построили вот такое красивое здание. Это консерватория и центр искусств. Вот подходит трамвайчик. Сейчас это его конечная остановка. Он остановится, мы зайдем внутрь. Водитель пересядет из носа трамвая в хвост и поведет трамвай в обратную сторону. Снимаю я пока еще на китайскую камеру Fimi Palm, а камера Sony большая у меня лежит в рюкзаке. Ехать очень долго, до самого конца ветки. И сейчас через две остановки в этот же вагончик должен зайти Миша. Миша, 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 вот Миша приехал. Убираем чемоданы. Видишь, как мы круто, в смысле, все это самое. Сейчас у нас уже не за 40, как было раньше, температура упала немного, но зато выросла влажность. Где-то в районе 30 градусов тепла, наверное, процентов 70 влажности. Даже не знаю, что хуже, влажность или сильная жара. Приехали. Да, вон там голова от отюрка. А вот новый район построили уже. Видишь, раньше его строили, когда я приехал сюда. Вот этот новый район. А сейчас уже вон готовые красивые домики. А вон тот очень классный район на горе. Я там был на велосипеде, ездил вон там. Я все тут объездил на велосипеде, по твоей части. Я все время говорил, Миша приедет, будет рассказывать, что это за растение. Миша в ботанике силен. Ровно? Похоже, да? Как роза. Бахнет? Чего? Да. Welcome to zoo. Zoo. Здесь, на территории парка, очень громко звенят цикады на деревьях. Под некоторыми деревьями даже трудно разговаривать. Мы сейчас где-нибудь остановимся, присядем в какой-нибудь беседке, и я поменяю камеру. Достану свою камеру Сони из рюкзака. Вот, друзья, оцените громкость цикад в этом лесу. Собака зоопарковская, черная. Привет, красавцы. Миша, кто это? Уточки, челюсти. С учетом того, как в Турции все подорожало в последнее время, я уже приготовился отдать за вход в зоопарк лир, наверное, 50. Но оказалось, что цена не изменилась. Как было год назад 7 лир на человека, так и осталось 7 лир. Вот какой хороший кадр, Миша. С уткой. Ты сможешь ее погладить? Нет, не даст погладить? Попробуй. Улетит? Она уже поняла. В мире животных. Поручик Ржевский и Наташа Ростова катаются на лодочке вот по этому пруду. Наташа говорит, ах, поручик, какой прекрасный пруд, какие прекрасные рыбки, какие прекрасные уточки. Хотели бы вы стать одной из этих уточек? Говорит, ну вот, голая задница, да в холодную воду. А я бы в эту жару не прочь стать одной из этих уточек. Куча мальков, мелких рыбок. А, их сколько? Они же едят эту рыбу. От входа в зоопарк до того места, где начинаются вольеры с животными, нужно пройти как минимум метров 300. Ну, здесь просто как зона отдыха, беседки, беседочки и спортивейки. Животные, они там больше как в горах. Такие, да, такие приятные скамейки, но очень сильно жужжат эти цикады. Это вот эти штуки? По-видимому, да. А, вот так, вот так орут. Смотри-ка, просто скелет остался, хитиновый. Что это за шишки, Миша? А вот это ливанский кедр, скорее всего. Какой кедр? Ливанский? Это план всего зоопарка. Видишь, какой он огромный? Вот мы сейчас где? Есть метка? Мы здесь. О, какой кот! Это там Ась, как Рокси. Смотри, Миша. Привет, кот. Пони, пони, пони. Пони тоже кони. Им всем жарко. Индюки. Простите меня, я недавно ел салями из индейки. Сейчас заклюют. Турецкий индюк. Это вообще страусы. Запашок тот еще. Это вот крылья он так держит, потому что жарко. Охлаждаются, парень. Ходящее кресло какое-то, да? Они, кстати, опасные. Может так ногой нападать? Конечно. Растительный канал. И вон красивое дерево. Кафетерия. Это кафешка. Лемуры. И всякие другие твари. Фламинго есть. Это тот самый розовый фламинго дитя заката. Этим не жарко, у них вода есть. Они спят так. Вот, видишь? Как палочки, столбики. Столбики на одной ноге. И не падают они. Как так спать можно? Главное, гуляют на двух ногах, а спят на одной. Удивительно. Здесь по дорожке можно пройти. Вон там эти чупакабры живут. Вода течет. Ручеек. Да, охлаждение вот такое. Орошение. Тут еще попугай были. Вот он. Попугайчик. Вот они, чупакабры. Я их так называю. Чупакабры. Не, они классные вообще. Ты классный зверь вообще, классный. Я читал, их даже дома держат. Смотри, у него какое интеллигентное лицо. А по сути большая крыса. Скажи, я добрый. Я добрый капибара. Капибара, да, это называется, кстати. А я чупакабра называю. Тоже жарко всем зверям, жарко. Это пеликаны. Торговый автомат. Это птенцы павлина. Вот они. Маленькие с хохолком. А вон папа, наверное. Смотри, какой хвост. Это папа. Там папа. Там домик у них, помещение есть. Белый павлин. Смотри, что творится. Какой красивый. Привет. Тебя как зовут? Ты кто? А? Ты кто? Вон их сколько. А, там их, да. Там как в курятнике. Утро в курятнике. Вот эти, как во Бриндаме, они такие же обычные. Привет, павлинчики. Интервью можно? Каково жизнь с таким хохолком? Вот это кто? Курица какая-то. О, не знаю. Какая красивая, слушай. Расцветка какая. На нас смотрит. Одним глазом. Ты любопытный, да? Красавчик. Первый раз вижу павлина так близко. Вот он. На мой палец смотрит. Ух ты. Молодцы. Ух ты. Ух, 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 ух. Потрогать хочу. Потрогал. Я потрогал павлина. Фу, какой хвост. Хорошо, что ты с таким хвостом в зоопарке живешь. А то растащили бы охотники твой хвост на эти, на сувениры. Я нашел перо. Вот где ты? Желтый. А тут он красный тоже, видопытный ходит. Пяточки. Ой, язык какой. Это язык у него? Да. Ты его за язык дергаешь? Да. А вот пяточки. Это вот такой же был, наверное, на плече у этого. Пястрый. 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 Укусит? Конечно, укусит. Там челюсти какие, смотри. Да, он может орехи щелкать, е-мое. Там как пассатижи, знаешь, такие. Ну, язык у него зато такой мягкий. Какой прикольный язык. Какой прикольный язык. Какой прикольный язык. Он меня языком. Все, Миша подружился с попугаем. Попугайчиком. Пястрый, пястрый. Все. Собираем. На плечо и по шее. Два комочка. Любовь у них. Angry Birds. О, проснулись. О, проснулись. А, у них туда головы, в другую сторону. Я смотрю, не могу понять, как это так они. Ха-ха-ха. Эти дерутся, смотрю, вот как. Синий, зеленый. Клевали друг друга сейчас. Вот это супец, конечно. Какую жару в кедах, это жизнь. Это жизнь. А, они все в кедах. Все в кедах. Все в кедах. И так вот все в гору, в гору. О, видишь. Понял. Он на горе, собственно, этот. Рысь. Вот это киса. Абрасия. Какая красавица. Россия. Кстати, вот их дома держит. Да, я знаю. Я видел на ютубе прямо. Большие коты. Да. И они такие няшки, на самом деле. Да, они классные. Они классные. Козлятушки. Ну и вон там еще эти маленькие горные козлы. А это край зоопарка, да, Лик? Кто смотрел это? Что с такого? Не знаю. Наверное. А, это часарки. Кто? Сесарки. Только на велосипеде, только на пляж. Фу. Жарко, пипец. Влажность. Жары-то нет особо. Вот влажность это просто. Фу. Не, я не могу. Я весь мокрый. У меня вся одежда мокрая. Вообще. Пятнистый олень. И тоже эти часарки. А этот в воде же купается же он. Да, он в бассейне. В бассейне. Это как пять звезд у него гостиница. Медведь в бассейне. Надо же. Угу. Надо вот так, если на морду смотреть, нос там все. Как огромная собака. В Баскервилле. Это пушок такой был у Гарри Поттера там. Три головы вот таких, как у медведя. Пойдем к нам жить, Крокси. В мою комнатку маленькую. Аслан. 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 Помнишь был этот? Нарния. Там был лев по имени Аслан. Так вот Аслан это по-турецки просто лев. Аслан. Львица. Это львицы. Кошечки. Котейки. У них там вот такой дом. Смотри. они могут туда заходить внутрь. Вон там у них дом целый построен для них. Вольер большой и дом прямо для них. Двухэтажная крепость. Котейки. Ну такой коттедж. Коттедж. Там у них, наверное, спальня. Да. Вон там медведи. Справа медведи. Слева львы. Аслан. Вот эта собачка. Такого повстречаешь, блин, не в клетке. У меня нет желания особо с таким встречаться в лесу. Конечно. Он делает самостоятельно. Миховая статуэтка. Ему жарко. Он прям дышит так тяжело. Конечно, в такой шубе. Ему так же жарко, как мне сейчас. Фух. Вот так. Вот так, мой хороший. А вот здесь можно зайти в львиный домик и посмотреть сверху на львов. Здесь вход. Смотровая площадка. Видно львов отсюда? Львов. Хорошая собачка. Жарко тебе, да, малыш? Малыш. 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 Он два раза больше меня, этот малыш. 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 Достали, скажи, эти люди. Он пошел в тенек, а тут эти обезьяны двуногие на меня смотрят. Не дадут побыть одному. Мишка. Малыш. 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 Ла, посмотри, какая. Малыш. Вот. Малыш. снесет только так да не хочу горит от вас дурно пахнет люди по года прямо какая буддийская вот беседка заходи пивка до анталию видно вон она анталия этот новый район недавно построен видно за деревьями там прямо до муравейник людской такие скалы анталия вся из таких скал нас древат и вулканически это типа грифы какие огромные вот и здесь вот как раз в этом месте зоопарк заканчивается если вот так вверх посмотреть там завис за скалами вон флаг а флаг это смотровая площадка дорога заворачивает сюда и и там голова ататюрка дальше вид на голову ататюрка и вот как раз зоопарк подходит сюда к этой смотровой площадке мы там были я на велосипеде приезжал трон запускал сюда спускаемся вон друзья грустный тигр филипт привет киса котенька 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 хороший котик там у него только один палец на на руке так как моя рокси рокси это модель тигра масштабе 1000 действующий модель тигр он же тоже рыжий он офигенно рыжий красавец по турецкий тигр это каплан лев ослан а это каплан какая у него плечо такую он там тигр где миша а вот так поворачиваем а здесь еда тигра да смотри какая видишь какая у них огромная территория за джон конкретно чего только нету это домики сделаны всякие они когда-то он по горам типа лазер и видишь вон у них такие штуки да вот кстати да приближе вот такие палочки они могут по ним взбираться туда наверх это горные горные козлы папа папа еще давайте этот папа патриарх может их выпустите они будут размножиться в анталии будет как во брендаване через год зеленая обезьяна зеленая была но это конечно не те к обезьяны которые там в индии эти посимпатичнее они как-то по вибрациям больше клангуром чем макакам индии вон какие пальцы да больше клангурчиком как-то раз на суде спокойно лангурчик я тоже хочу купаться ну как они эй пеликанчики да плюхаются себе ну там и мелко таким зверькам надо знаешь побольше воды чувствуется что им как-то так тесновато видишь он немножечко там пытаются ловить какая-то выдрачка красивая такая хорошенькая киска какая смотри какая выдрачка миш ну выдра да выдрачка такая крыса прям вот такой смотри как и крыса только размером с 5 крыса чешется она так аккуратно себя чешешь груминг ну посмотри там где мордочка баня у нее вон домик у нее есть вот такой смотри как он лапы там держит вот тот желтый передний голодок мордой прям шикарный снимок он живой хоть? конечно зайчики смотри как лежит ноги назад зайцы лежат смешно как кошки лежат иногда так же да 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 но тот вообще прям красавец зебра зебраж есть такой редактор для виртуальной лепки в 3d зебраж называется от слова зебра зеброчка привет красавица привет ты меня палец откусишь о я пощупал зебру зеброчка зебра классные смотри какой у нее ярокез ага ага ярокез у нее чего только нету на земле а здесь уже закончился зоопарк да да это для персонала хорошая доля что это вообще не знаю чуть я не могу вспомнить ням 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 там у него все смотри вкусно крупосаны капуста английски все есть яблоки все есть лимурчики медвежат помнишь фильм сурикаты известный документально Столбик! Их много было здесь, они попрятались Да, у них нож Он маленький совсем, на самом деле размером он как маленькая кошка, как котенок Да, 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 размером как вот этот котенок, который у тебя там внизу бегает А его забрали, кстати, тоже Ага, у нас со второго этажа, говорит, кто-то забрал в нашем доме Привет, котенок Я такого хочу Это первобытные какие-то дети А медведь с медом Вот это все! Ну что, наверное, она ведет, мы закомневаемся Продолжение следует... 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 Продолжение следует...